Итак, всем привет, с вами НДП. Продолжаем играть за Российскую Трудовую Республику в Кэз Редакс. В прошлой серии мы тут Дальний Восток присоединили, помогли ребятам повоевать достаточно неплохо. Я ожидал, что они проиграют намного быстрее, но они просто стоят на линии пограничной и ничего не делают. Для нас это более чем позитивно. Мы за это время достроили наши военные заводы, настроили производство всего. Почему-то у нас, если говоря, минус на загрузке. Рано, видимо, какая-то торговля отвалилась. Очень странно, ну ладно. Надо это все восстановить. Так вот, настроили огромное производство и теперь уже готовы вступать в войну. Буквально чуточку войску. Чуточку еще подождать и все войска у нас будут развернуты. А войска у нас заряжены просто до невозможности. Очень-очень сильные, так что я ожидаю, что мы просто должны смести силы Рейхспакта. А затем и третьего интернационала, потому что интернационал может быть только один. И во главе должны стоять только одни. И это будем именно мы. Поехали. Опа, смотрите-ка. И тут у нас что делать с Кубани? Можно начать переговоры с Украиной, либо агитаторов. Отправить? Давайте попробуем сделать переговоры. Почему бы нет? Произошел мем, которого я не ожидал. Еще до конца вот этого вот решения. Мы заставили Кубань на нас напасть. Ай, в одиночку. Окей, я понял тогда, почему это стоит здесь. И при этом мы как бы, ну, не вступаем еще в войну дальше. И у нас только дальше там вот эти вот кнопочки есть. Окей, тогда мы реально можем сейчас перебросить буквально вот эти танки сюда. Назначите им, пожалуй, Шукова по классике. И отправить их на захват. Единственное... Единственный минус. Небольшой. У нас все еще войска на востоке. Ну, я ждал, что... Во-первых, у нас будет время на выбор. Во-вторых... Время на выбор будет вот здесь вот, когда закончится решение. Но... Нам триггнули войну намного раньше. Ну, что поделать? Это не та страна, которую мы не сможем победить. Так что мы просто сейчас... Начнем ее захватывать. Итак, вся армия на позициях. Авиация на позициях. Можем начинать... Собственно говоря, захват. Без каких-либо проблем. Он, конечно же, проходит. И... Я думаю, мы пойдем сейчас дальше к Североски. Вот у нас торговля. С нашей марионеткой у нас торговля прекратилась. Нормальные шутки. Ну, ладно, мы покупать не у Марии, а не так ресурсы. Что поделать? И тем временем я начинаю производить стратегические бомбардировщики. Тоже они нам пригодятся в будущем. И вот Дон Кубани контролировала. Очень удобно, что мы смогли повоевать. Так. А у нас не весь Варскор Даля, окей. А, французская комода еще с ними в войне. Я понял, почему. Сразу все не интегрировали в себе. Окей. Другое дело. И у нас теперь есть новые... Так, во-первых, интеграция нажмем, конечно же, сразу. ГЭС можем строить. Строим, конечно же. И нам будет этим, да? Ну, смотрите, ну это если... Украина не в альянсе, либо воюет с германской. Это мы и то, и то не сможем. Сейчас мы делаем Тетрагназию на всякий случай. Может, у нас что-то еще появится. А потом пойдем. Смотрите-ка, вот это мы уже открыли, да, себе? А, но кнопок нет, видимо, потому что все недоступно, все в альянсе. А значит... Уже осталось только воевать с Германией. Ну, мы готовы. Если здесь кто-то еще, кого нам стоит... О кого нам стоит заботиться, я бы так сказал. Нет. Германия капитулирует, равно капитулирует весь альянс. Значит, готовимся. Оба-на, смотрите-ка. Трансамур. Я так понял, кто все-таки пошел по тому пути, как я и говорил, по присоединению. Ну и, конечно, мы присоединяем его полностью. Так, Кубань. Сверли второй раз, по-моему, я это нажимаю уже. Будет решение какое-то по флоту. Да, вот он. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Снова стал российским. Отлично. Много садов. Ага, ага, ага. Можно даже сделать авианосец. Все корабли в гавани. Японская переменца отношения. Ну, плевать, потерпит. Старые разработки Трансамура для гордонских целей. Ага. Нет, ну мы, конечно же, занимаемся максимум военной. И у Трансамура было намного больше кораблей. Этот флот пыль. Этот флот реальная пыль. У Трансамура было 10 линкоров, я прекрасно помню. Вот это вот, это уже неинтересно. С другой стороны у нас появилось 8 верфей. И какие-то микро намеки на то, что можно попробовать построить флот. То есть нам не нужно эти верфи самим строить. Так что, в принципе, можно следовать вот здесь, вот как я и думал, крейсеры. И начать делать сюда тяжелые крейсеры. Как тяжелые корабли. В целом мы хотя бы чуть-чуть потом сможем этим повоевать. Тут, кстати говоря, интересные какие-то фокусы. Я вот пошел сейчас по левому, пока доготавливал свои войска. И тут какие-то низкие советы, которые я случайно принял. Так вот. Можно сделать себе плюс баф интеграции. Скорость роста подчинения новых регионов. Так полагаю, как раз вот эти кнопки, которые я нажимал. Либо стабильность полетелась. Ну давайте возьмем себе. Ну я так понимаю, да, на старой, которую я уже нажимал до этого, не распространяется. К сожалению. И не ускорится. Кстати говоря. О, пьянье России. Какой-то суперэвент. Ну допустим. Но мы движемся к более важной цели СССР. И мы практически готовы. Смотрите. Наши войска все на позициях. Мы имеем все преимущества. Единственное, я хочу дождаться буквально немножко еще до того, как у нас будут полностью готовые танки. После этого, я считаю, мы будем абсолютно готовы для нападения. Надо чуть-чуть подождать вот до вот этих танков. И мы уже идем в решение. Финальная битва. Россия вмешивается в Вильдкрик. Мы ждали достаточно. И вот этот винтик. Россия вмешивается в Вильдкрик. Ну начали маршировать. Ну, слушайте, мы еще... Мы еще не начали. Ну, чуть-чуть подождите. Не спылились. Германия что произойдет. Ну зачем? Ну здесь очередная маршировка. Модель танков. Но это мы радио, я так понимаю, усовершенствуемые, но обновляется. Чуточку мы... Ладно. Мы, в принципе, готовы. Давайте здесь уже не будем. Вот так. Вы готовьтесь. Ладно. Да. Чуть-чуть вам здесь что-то с отобжением не хватает. Надо это пофиксить. Мы это можем пофиксить достаточно интересным способом. У нас здесь куча транспортников. Пускай эти транспорты тоже участвуют в нашем сражении. Только надо их будет подвезти поближе, как я вижу. Так. И... Парасотин. Потом раскидаем вот так. На будущее. Мы готовы. Как я и говорил, настало время финальной... А! 40 еще дней ждать. Ну, допустим. Ждать так ждать. Что поделать? Вот уже эти. Еще сейчас доготовятся. Хотя еще 2000 допроизводить это еще какое-то время. Но... Нормально. У нас только торговля периодически прерывается. Вот это мне не нравится. Но... Что поделать? С этим ничего не поделать. Смотрите-ка. А в Индии тем временем победа Доминиона Индии. Да, видимо, Антанта... Да. Успешно завоевала Индию. Оставшиеся все стороны. Здесь Япония все душится бесконечно. Но по ощущениям она проиграла. Ее закружили и все, наверное. Ну, в Азию мы еще придем. У нас цели далеко идут. Все-таки мы хотим устроить мировую революцию. Так что мы успеем этому принести свет коммунизма в каждую страну. И вот оно настало, этот момент. Давайте посмотрим, что здесь как происходит в Украине. У нас тотальное преимущество. Еще авиация не заработала, кстати говоря. И вот она. Россия начала марш на запад. В очередной раз мы скрестили свои мечи на поле брания. И... Только время покажем, сможет ли Бельгейм-2 дать отпор двум великим державам. Не сможет. Нет, не сможет. Еще по авиации начинала работать сразу с началом войны. У нас сразу два генерала заболели. Мы запомним этих генералов. Которые заболели в самом начале войны. Тем не менее, вступление везде очень успешно. Более того, ребята. У меня дивизии щиток имеют многие. Ну, не всегда. Там 10 ПТО не имеет. Но там, где ПТО нет, благодаря нашим инженерным танкам. Наша дивизия имеет щиток. Вот это, я считаю, кайф. Вот мы уже берем Ригу. Опять-таки, нас не очень хорошо пробивают. Даже наши пехотные дивизии. А еще с поддержкой авиации. Ух. Происходит просто какой-то ужас на всех фронтах. Ужас для Германии, конечно же, а не для нас. У нас все отлично. Вот уже Беларусь пала. Украина практически пала. И уже пало, что это, Балтийское государство. Осталось не так, что и много. Мы просто мчимся по их территориям. В то время как Франция все так же мнется на границе. И на данный момент потери составили всего лишь 12 тысяч. В то время как у наших противников потери, где они вот составляют намного-намного большие цифры. В основном украинские войска были потеряны в этой войне. Пока что. Именно они составляли основную часть обороны Германии на востоке. Дальше Германия будет только хуже. И вот капитулировала Украина, капитулировала Литва. Границы Германии остались без какого-либо прикрытия. Российские войска уже спешат туда. Здесь Польша между этими территориями. Но пока что нейтралитет Польши соблюдается. Пока они не вступают в войну. Пока Австрия не вступает в войну. Тем временем наши авиации, наши генералы в авиации решили, что стоит помочь французам, начав стратегическую бомбардировку снабжения на западе Германии. Таким образом, в теории, войска, которые находятся на границе со Францией, должны недополучать припасы. Причем в больших количествах. А еще было принято решение перекачать полностью доктрину. Ради того, чтобы получить бонус для стратегов. Потому что вузыки мы так и так преимущество уже имеем. Русские войска просто практически не встречают сопротивления. Кроме того, гарнизонная армия получает новые территории в свое управление, которые ей теперь нужно защищать. И Финляндия практически уже захвачена финским генералом. Каждая компания проходит без сучка и задоринки. В воздухе же происходит просто безумие. Немцы просто, видя на горизонте русские самолеты, решают, что лучше разбиться о землю. И совсем через короткое время, наконец-таки, пал уже Берлин. Немецкие войска даже его практически не защищают. Они просто, я не знаю, по-моему, не успевают даже фронт сделать. Слишком уж быстро мы идем. И да, русские войсками был захвачен германский город. Они сражались как клювы, но были выдавлены из города. Речь Мария Спиридоновна против монумента? О, да. И что-то по Варскорусу все говорят. 36 всего лишь этаж и так безумно мало, на самом деле. Давайте-ка сделаем вот так. Но отключим мы тем и тем точную. Точную. Пускай не бомбят все, что видят. На фоне падения Берлина Австралия все-таки не выдержала. И решила, что ей тоже пора поддержать Германию. Это решение будет началом ее конца. Но это все было в расчете у русских... У русского генералитета. И армии были готовы к такому исходу. Единственное, не было назначено даты, когда это произойдет. Потому что даты назначали австрийцы. Тем не менее... Как раз говоря, нас не призывают против нас войну. Тем не менее, русские войска уже находятся на границе со всеми австрийскими марионетками. Так что неожиданным это нападение точно не будет. И сразу же к призыву к войне начинается наступление в Богемию. Там просто куча авиации. Австрийцы тоже не жалели сил на самолеты. Но русский ВВС им не победить. И тут происходит оглушение у нас между этими договорами. Но это не важно. Важно то, что произошел крах рейс-пакта. Произошло немыслимое. Вмечательно рухнули под тяжесть армии вторжения. Хайзер понял, что капитуляция невинуемая. И вот-вот придет к коктинному концу порядок. Это им за Брест-Литовск. А то. Кстати говоря, я ожидал, что они сюда сбегут сразу. Но, видимо, не сразу. Либо еще не сбежали, не знаю. Вот, кстати говоря, у них какой-то дебаф. Сверху накинулся, видимо, за это. Это еще морские битвы какие-то непонятные. Конвоев. Здесь что-то делают вражеские корабли. Какие-то еще наши есть в безумии. Теперь на очереди у нас Австрия. Ну и, конечно же, текущие войска Германии должны добить. Потеряла Россия всего лишь 40 тысяч за всю эту войну. Я считаю, это прекрасный показатель. А вот и капитуляция подъехала Германии. И мы имеем большую часть Варскора. Хотя недостаточно. Я бы сказал, что Франция, которая просто держалась на границе и ничего не делала. Недостойно вот этой вот такой же части буквально, как и мы. Самое смешное, французы требуют вот эти территории. Вперед вот этих. Вперед немецкого Рейнлада какого-нибудь. Это, конечно, невероятно. Ладно, мы, конечно же, захватываем все приграничное. Плюс, конечно же, постараемся захватить побольше Германии. А учитывая то, что Франция не хочет ничего тут забирать, казалось бы, то мы пойдем у нее из-под носа территорию достанем. И так, смотрите. Причем, как бы, мем, да? А я же правильно понимаю, что мы все выбираем. Ну да, все окей. Ирландию мы отдаем. И... Будем еще заниматься развитием нашего военно-морского флота, получается. Получилось почти все. Единственное, я уже начал брать флот, когда казалось мне, что мы готовы, да? Что мы все захватили. Ух, сколько мы! Вторая российская флотилия. Так, так, мы британцам и скажем, что мы просто строили корабли. Это... Это флот, который мы строили все это время. Откуда у немцев такой большой флот? Остается вопросом. Но мы, по-моему, только что захватили флот, который позволит нам победить любой флот на планете. Осталось его только отремонтировать. Это хороший подарок кайзера нам напоследок. Вот сюда вот французы немножко насрали из-за того, что я корабли начал просить слишком рано, получается. Надо было еще чуть-чуть подождать. Но кто знал, что они будут за это биться все еще? Ну, ничего, я думаю. Потерпим. У нас, кстати говоря, сразу здесь кнопка «Отковать государство королевства Литва». Так что мы не будем ждать. А сразу же это и нажмем. Там все равно нету никакого перемирия, ничего. Так что почему бы нет? Я думаю, что это будет справедливо. И наши войска теперь перебираются полностью в Австрию. Австрия всплопила войну в самый последний момент. И я думаю, теперь уже понимает, что зря это было сделано. Изменить она ничего не смогла. И лишь подписала себе смертный приговор от новой сильнейшей Красной Армии. И вот падение Германии. Германия и ее осколки. И осколки империи впала в пучину хаоса. Ну да. Честно говоря, не можем на Польшу. Точнее, Польшу не призывают войну. Давайте сами. Ага. 100 дней. 100 дней это долго. Ладно. Так, давайте-ка Украину мы реинтегрируем. Белорусиня. Мы реинтегрируем. Латвия. Реинтегрируем. Вот с Германией тут надо посложнее, посложнее. Давайте, я думаю, новый германский союз сделаем. Хотим ли мы играть в Германию? Ух, а тут еще, смотрите-ка. Тут еще есть куча фокусов здесь. Жесть. Жесть, сколько здесь фокусов. Мировая революция, все вот это вот. Ну, давайте я здесь сохранюсь. Во всяком случае. Ну, конечно же, мы продолжим нашу компанию за Россию. И вот Богемия капитулировала. Там еще остались некоторые войска, я полагаю. Финляндия тоже осталась. Финляндию мы возвращаем тоже в лону нашей империи. И вот-вот, я думаю, можем СССР сделать. Нам осталось нам осталось. Подождите, Ереван? Ереван это не здесь. Османская империя смогла победить. Факт. Но это ненадолго. Мы сейчас ей покажем то, что она не права. И то, что ей надо Ереван отдать. Мы можем предназначить Австрию капитуляцию. Нам не нужно полностью сокрушать австрийцев. Нет, нам нужно полностью сокрушать австрийцев. Это будет не так, что и дорого. У нас потери небольшие. А вот они реально чувствуют на себе мощь наших танков. О, и мы просто били войну Литве, реально. Без ничего такого. Нападение Вены. Это не так интересно. Давайте призовем сюда. Ребят, тут еще даже армии нету. Просто-напросто. Забавно. О, и война с Польшей началась. А у меня куда-то армия пропала. Странно. А, я понял. Из-за того, что она сформировалась Германия, у меня здесь фронт удалился. И оставшийся такой кусок вот этот был. Ну, ничего. Мы потерпим как бы это. И так, что это страшно. Литву мы присоединяем. А что это? Это просто артистская мунная. У меня есть желание просто отдать им вот эти территории, потому что, ну, это было бы справедливо. Они их не попросили, это смешно. И запрать себе вот эту. Но я еще подумаю об этом. Австрия тем временем почти все свои территории уже потеряла. Обороняются лишь ее марионетки. Так и падают империи под мощью наших орудий. А вот и падение еще одной империи. Я предполагаю, что мы можем просто все съесть без особых проблем. отсюда там все что-то потребуют, но их голос здесь ничего не решает. Мы себе заберем еще флот. Отлично. Теперь если еще до этого можно было подумать, что может нам не хватит флота, то теперь наш флот просто ну реально самый большой флот. Я думаю, даже у американцев такого не будет. Даже а без них хваты, ну да. Британцы уж и подавно. Мы стали гегеменоном на море только что. И лишь Польша сопротивляется все еще, она не сдалась. Ну, как не сдалась, вот теперь сдалась. Видимо, они почему-то могли все еще продолжать либо не врионетки, либо что. Но это недолго. Недолго это продлилось. И война закончилась, я полагаю, Мальта и Фландрия-Волония. Вау. Давайте туда пошлем наши танки. по какой-то причине. Они все еще предоставляют войну. И сюда мы назначим тоже нашего генерала, чтобы он выездку готовил. Запомни, что уже почти 43-й год, но уже половина 42-го. И в Италии все еще нету войны между Крайством Италии и социальной республики. Это забавно. Наштанки доехали, авиацию мы сюда перебросили и теперь просто закатываем их полностью. А еще я и говорил, будем сейчас готовить микровыздку сюда, я полагаю. флот у нас уже благо имеется. Можем пока что выбомбить то, что тут в теории может быть какие-нибудь укрепления, ПВО, все, что тут только есть. Ну и Фландрия Волония капитулировала. Я не думаю, что нам есть смысл хоть что-то у них там убрать. Во-первых, Варскора нету. Во-вторых, пускай же французы заберут себе эти территории, так и быть. У нас все равно с ними очень солидная граница получилась. И вот этот вот прикол сзади. Что-то говоря, пошли решения о судьбах. Давайте-ка как понимаю Германии, да, дадим Альза Слатарингию. Там мы выделили так, Вильнюс. Не знаю, что там произошло, но ладно. Давайте, давайте зададим Лояльную. Литву Лояльную. Лобанию Лояльную. Австрию Лояльную. Польшу Лояльную. Начинаем потихоньку администрацию создавать на наших новых территориях. Нормально. Но надо закончить эту войну, чтобы уже все полноценно было. Поехала наша выездка, я думаю, проблем не должно быть. У нас и флот на поддержке, и авиация на поддержке, укреплений там нету. Не думаю, что есть хоть какие-то шансы, да. Все очень просто, и мы заканчиваем эту достаточно быструю на самом деле войну. И забираем Мальту себе, потому что, ну а почему бы и нет. Отлично. Эта война закончилась. Трансал 3 продолжает войну с Антантой, но нам до этой войны не так что и есть дело, я бы сказал. Нам важно, чтобы здесь наши ребят победили, но и то не супер обязательно. И я бы хотел, скорее всего, следующей войной напасть на них, потому что в Европе может быть только один хозяин, и это Советский Союз, который мы вот-вот сделаем. Только перед этим мы поем, наверное, с Артманской империей. Ну а это все в следующей серии, а это подошло к концу, с вами Ревитпулдогай. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны, лайк, комментарий, все как обычно, и до скорых встреч, пока.